Политический сезон начался бурно и сразу с больших экономических новостей. Но сегодня ведь экономика и есть главная тема политики. Именно от политиков ждут рецептов и ответов, что дальше. Когда доллар за 60, когда евро за 70, когда нефть скачет, а за ней и цены на прилавках. Поэтому экономический форум во Владивостоке принес столько новостей, обсуждавшихся не только специалистами. Смотрели, кто приехал, зачем, какие контракты подписали, что инвесторы обещали. Ведь ясно, кто-то играет на сегодняшней нестабильности рынка, кто-то инвестирует в будущее, потому что просчитал, все будет в порядке. Поэтому вслед за словами президента Путина о том, что правительство знает, как поддержать рубль, и это не только бюджетные рычаги, не только вливание из подушки безопасности, но и снижение уровня бюрократии, либерализация частного бизнеса, уже смотрели за контрактами «Газпрома» и «Роснефти», за планами освоения Дальнего Востока, по примеру, и при поддержке азиатских львов, в первую очередь Китая. Моя коллега Екатерина Кибальчич наблюдала за форумом и общалась с экспертами, чтобы узнать, что дальше будет с экономикой, рублем и нефтью. После открытия форума банкир из Китая просит фото на память с Чубайсом. И, похоже, они перешли на «ты». Инвестор из Бразилии в кулуарах не может сдержать эмоции после встречи с главой Сбербанка. Мистер Греф спросил меня, и я рассказал, как с экономикой в Бразилии. А сам Герман Греф делится впечатлениями от ночевки в студенческом кампусе на территории Дальневосточного университета. Вчера вечером открыл окно в кампусе и увидел великолепную береговую линию. Бывший министр финансов Японии приехал во Владивосток, чтобы провести круглый стол. Здесь сегодня официальные лица со всего мира. Одних министров по науке и технологиям собралось 23 человека. Но самая завораживающая картинка Дальневосточного форума, которую могли запечатлеть камеры, во время которой публика, казалось, переставала дышать, это подписание инвестиционных контрактов, таких нужных России сейчас. Мы всегда инвестируем с ведущими иностранными партнерами. И сейчас мы проинвестировали на сумму чуть более 8 миллиардов долларов. В то время как Владимир Путин прибыл во Владивосток, форум работал уже день. И большинство инвесторов успели принять решение. Я хочу вас поздравить с первыми контрактами. Успехи Дальневосточного экономического форума сложно оценить, потому что сравнивать не с чем. Мероприятие проводят впервые. Кризис доверия на Западе вынудил Россию прорубать окно в Тихоокеанский регион. И по традиции петровских времен это окно символически связано с портом. Владимир Путин объявил о новом проекте «Свободный порт Владивосток». Для бизнеса здесь значительно упрощаются и облегчаются процедуры прохождения границы. Иностранные граждане, прибывающие на территорию России через свободный порт Владивосток, получат возможность оформить восьмидневную визу прямо на границе. Резидентам свободного порта будут предоставлены льготы по страховым взносам и налоговым платежам. А также режим свободной таможенной зоны. Спустя пару часов после встречи с инвесторами Владимир Путин уже поздравлял нефтяников, которых только на первый взгляд поздравлять не с чем. Ровно год назад нефть стоила 110 долларов за баррель. На этой неделе торги закончились на отметке 49. Но президент вспомнил, что в первое воскресенье сентября в России отмечают День нефтяника. Поздравляю вас с праздником. Прошу передать самые добрые пожелания всем вашим рабочим коллективам. Такого дня нефтяника с такими ценами на черное золото не было даже в кризисном 2009 году. Главы добывающих компаний, впрочем, сохраняли полное спокойствие. В кабинете вице-президента компании «Лукойл» плакат с аналогичным призывом. Если мы вспомним кризис 2008 года, то в 2009 году были очень пессимистичные ожидания по поводу нефти. У нефти будет и 15 долларов, и 10 долларов. И сейчас очень легко поднять прогнозы аналитиков, в том числе очень уважаемых брокерских домов. Но реальность была такова, что нефть восстановится в течение года. Обратно до уровня более 100 с лишним долларов за баррель. Нет никаких объективных макроэкономических причин, чтобы нефть была дешевой. Их просто нет. Поскольку примерно 15-20% нефти, которая производится в мире, имеет себестоимость превышающей 65-80 долларов за баррель. А еще примерно 10% имеет себестоимость выше 100 долларов за баррель. Это нефть уйдет с рынка. Наступит равновесие. Цена на нефть. Магическая величина не только для работников отрасли, но и каждого россиянина. Кривая, которая прежде скользила вниз, сейчас должна замереть в ожидании банкротства ряда добывающих компаний США. Именно эти производители сланцевой нефти год назад вышли на рынок, увеличив предложения и обрушив мировые цены. Добыча сланцевой нефти занятие трудоемкое и дорогое. Поэтому все риски, в том числе падение цен, были застрахованы американскими банками. Сейчас, когда цены на нефть действительно упали, сланцевые нефтяники работают в минус. Но страховки пока покрывают убытки. Вопрос лишь в том, согласятся ли банки продлить эти невыгодные контракты. Ну, уникальность Америки в том, что, помните, как того же Пандопола из «Свадьбы Малиновки» «Бери-бери деньги, эти я себе еще нарисую». Когда, имея ФРС, имея печатный станок, имея возможность фактически безлимитно выпускать деньги, они, естественно, эту дыру в банках, банковский баланс, своих американских банков закроют. Но, скорее всего, ситуация с нефтью будет такая же, как с газом. Газ у них тоже безудержно рос, но потом цена ушла вниз. И они остановили на уровне добычи той, которая необходима для насыщения внутреннего рынка. Так ситуация будет развиваться и в нефти. Ожидать перелома можем только тогда, когда увидим, что началось массовое банкротство небольших американских компаний. Можно это ожидать в сентябре, в октябре месяце. Поэтому, в целом, если забегать вперед, что здесь я такой консервативный оптимист. Обвал мировых цен на нефть часто по-обывательски связывают с политическим давлением по вопросу Украины и санкциями. Но, объективно, ценовая война между ОПЕК и американскими сланцевыми компаниями – ничто иное, как передел рынка. И обвал цен был необходим самим производителям нефти, как раз чтобы выжать из рынка спекулянтов. Американский институт нефти ожидает сокращения добычи нефти во втором полугодии этого года на 6% по сравнению с средним показателем в первой половине года. Это публичный прогноз. И самое интересное, о чем мало говорят эксперты-аналитики, потребление нефти в мире растет ежедневно на 1,6 млн баррель по сравнению с прошлым годом. То есть, вот дисбаланс, вызванный избыточным предложением нефти и недостаточным спросом, он скоро исчезнет. Доходы от энергоресурсов – это половина бюджета России, поэтому и курс рубля так привязан к стоимости барреля. Но в трудной ситуации оказались и другие страны. Сейчас идет война не против России. Сейчас идет глобальная война за построение нового мира и новых центров доминирования. Юго-Восточная Азия, источник дешевых трудовых ресурсов для стран Запада, вдруг ощутил себя настоящим центром и борется за мировую гегемонию. Посмотрите, как растет Китай. За ним Южная Корея, Индия, Япония. Они сказали себе, что мы тоже часть цивилизации, мы тоже хотим быть полюсом силы. Представители нового полюса экономической власти как раз и собрались на этой неделе во Владивостоке. Россия в этой расстановке сил – полноценный участник и главный поставщик энергоресурсов. Хотя подписанные инвестиционные контракты касались не только нефтегазовой отрасли. Компания «Сухой Суперджет» получила заказ на производство сотни самолетов для региональной авиации Китая. Крупные контракты заключили представители агропромышленного комплекса. Прямые инвестиции пришли в Дальневосточный университет и развитие научных центров. Раньше инвесторы всегда были озабочены отношением к России на международной арене. Но сейчас, когда происходят драматические события на азиатском рынке, когда мировую экономику лихорадят, решения инвесторов зависят от фундаментальных показателей. Они становятся более объективными. Надежду инвесторов внушает то, что российское руководство создает систему, где главенствуют законы, а не чьи-то интересы. В кулуарах форума журналисты задали вопрос Владимиру Путину, будет ли правительство удерживать курс рубля. Президент дал понять, что поддерживать будут экономику в целом, а лучшая форма поддержки – либерализация рынка и открытие новых направлений для торговли. Чему, собственно, президент и организаторы форума способствовали на этой неделе во Владивостоке. Екатерина Кибальчич, Надежда Каширская, Андрей Маслихов и Дмитрий Климов. Воскресное время.